У меня, наверное, не менее потрясающий результат, чем вот сейчас был у предыдущего спикера, я вот сама снимала, руки дрожали. В общем, я замужем, у меня двое детей, и наша младшая дочь 10,5 лет назад родилась без щитовидной железы. Вообще. То есть никто ничего не удалял, клеточка поделилась неправильно, и врожденный гипотерез тяжелой степени, оплотея щитовидной железы, ДТК-186. Если есть врачи, ну вот, знающие вытекивают уже, ну то есть, капец. Нас выписывали из ДРКВ, со словами щитовидки у вас нет и не будет, поэтому полу даже не пальтесь, занимайтесь головой. Вообще гипотерезом букетище, заболевание с собой тянет, вот этим букетом занимайтесь, головой занимайтесь, пейте, тироксин, все будет хорошо. Собственно, в этом я и занималась огромное количество результатов, в том числе по продуктам ЛР есть, то есть вот все системы, которые страдают из-за гипотереза, мы их всех практически потянули. По мозгам просто потрясающие результаты. На сегодняшний день у меня ребенок, там, несмотря на все прогнозы, она учится в обычном классе, в обычной школе, так, а вот позже мы пошли. Но с программой она справляется, и, в общем-то, нам этого достаточно. Жили мы не дужили до августа 2021 года, то есть ровно два года назад. Я сидела там, где сейчас Муслан сидит, здесь выступала Татьяна Михайловна Шерстопитова, и она произнесла одну фразу, которая перевернула вообще все у меня. Она сказала, алоэ, вера, 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 вера,awhol Я так сказал про продукты. Я такая, алоэ, вера, 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 мне создана любую четовидную железу, даже если только была утолена. Может кто-то помнит эту фразу, может кто-то здесь присутствовал, да. Он мне тогда стало плохо, и те кто меня одзнал, и те кто знает мою историю, они как подумают, интересно, а у Венары и СНР мы гульки, это сработает И я вернулась домой, я рассказала мужу, муж сказал привет, делай что хочешь, ну мы персик уже пили, ну делай что хочешь, мне без разницы, если ты в это веришь, хорошо. Мы год пили без перерывов вообще, то есть на постоянной основе, каждый день, я прям маму в рабочих в этом отношении, мой ребенок прям очень жесткий, мы начинали с малых доз, все нормально мы пили. То есть с августа 21 по октябрь 22, в октябре 22 года мы пошли на УЗИ, мы здесь сделали у вас, в челнах, в общем, когда мы выписывались из ДРКБ, одна долька не определялась вообще, а вторая была 0,051 кубического сантиметра, то есть вообще ничего, ну вот так написали, на плази и все. И когда вот в октябре мы сделали УЗИ, общий объем двух долек был 1,69 кубического сантиметра, то есть почти полгода, чуть больше, а что-то разница. Разумеется, я вот, я скрестила все, я сказала, понятно, идем дальше. В марте этого года, то есть уже получается прошло два с половиной года, как мы начали пить, в марте этого года мы снова съездили, уже со всеми результатами мы поехали снова сюда, в клинику Захбиевых. И когда врач сказала, посмотрела на то, что она видит на экране, посмотрела на свою подпись, свою печать, что она делала полтора года назад, она сказала, не понимаю вообще, как это возможно, это невозможно. На сегодняшний день общий объем, считай, видно же, где моей дочери, 3,47 кубических сантиметра. Не можно, не общий перерыв, понимаете? Десять с половиной есть сейчас, то есть на ее возраст, пол и вес от 4 до 6 кубических сантиметров. То есть мы через полгода, через год мы догоним сверстников. И сейчас все, что я делаю, это просто кусочек мяса мне в горле неинтересен, все, что я сейчас делаю, это чтобы она еще редко работала, то есть все, которые тут из набора обмен веществ мы принимаем, и ребенку за последние 3 года ни разу не повышали дозировку атероксина. То есть 7-летний ребенок и 10-летний ребенок, это большие, большая разница по весу, по росту, атероксин нам не повышают. То есть что-то пытается сама сделать уже, и у меня сейчас она ловла, это к концу ее начальной школы, совсем уйти от кого.